девчонки экстренный выпуск уже попрощалась с вами думала до следующих встреч до завтрашнего дня но нет вдруг сам вел выпускает еще один ролик ну такой пахарь у нас конкретный нам все мало и мало мы же мебель антиквариатную покупаем правильно ребята притащил французский секретер бюро ну насколько я поняла больше похож этот ящичек комод бюро на такой секретер но без секретиков конечно бы севке хотелось что-то такое да и такая чтоб закрутить его слова цитирую да но моему те шо моему надо сказать что почитавший комментарии очень много критики как мне кажется на мой взгляд вообще несправедливой бюро оказался достаточно приличным таким шкафчиком вид у него достаточно респектабельный он в хорошем состоянии хорошего цвета без лака это большой плюс хорошо обработан маслом наверное это уже сделали дополнительно эту функцию до после покупки этого бюро хорошая резьба и выглядит он достаточно солидно ну на мой вкус немножко как я считаю цвет цвет подкачал он не вписывается в севкину спальню является таким темным пятном пример я специально села в такой локации мои прикроватные тумбочки девочки я покажу вам их в конце видео полностью их две с двух сторон кровати в белом цвете история этих тумбочек такова мы с супругом живем уже более 20 лет в португалии в украине здесь мы себе просто приготовили эту квартирку как такой пенсионный аэродром сын у нас в украине живет никуда он уезжать отсюда не хочет поэтому мы будем на старости лет возвращаться сюда а значит нам нужно какое-то было жилье мы приобрели эту квартиру в старом сталинском доме сделали здесь ремонтик ну и немножко я начала обживать да эту квартиру и история этих вот тумбочек возвращаюсь я значит белыми вы их наблюдаете это уже после моего рукоделия нашла я их в португалии на свалке под своим домом вот где мы живем рядом есть баки мусорная да и туда люди выносят все что им не нужно не обязательно какой-то там мусор из пищевых отходов там же стояли кожаные диваны и стулья и было две тумбочки они были коричневого цвета лакированные сверху лак был полностью весь потрескан где-то с проплешинами столешницы сверху в одной тумбочке была проломана столешка да вот это вот поверхность прям дыра такая была вот одна более-менее нормальная с другими ручками они были конечно страшные вонючие но я посмотрела состояние сохранности было достаточно хорошим и они мне очень понравились я сразу же поняла что я с ними сделаю когда я притащила их квартиру и муж пришел с работы он был очень удивлен и говорит анжелика мы не можем себе купить тумбочки разве что это что это вообще зачем это я говорю андрюх дай мне пожалуйста возможность заняться творческой деятельностью в общем покороче притащила я их в украину передала бусиком которые мотаются по европе в украину и обратно здесь в столярной мастерской сняли весь лак с краской задули белой краской поменяли ручки на этом все работа заняла буквально два дня ничего сложного я их просто обожаю они выглядят я считаю очень прилично современно и мне они очень нравятся они тоже массив из дерева никаких там мдф прессованных опилок там стружек бумаги ничего такого нет классные тумбочки почему-то возникла у меня такая мысль что если степки на это бюро почистить и перекрасить в белый цвет было бы очень круто мне так кажется дальше картина которую он все лепит эту тетку в синем никак туда не подходит какая-то она революционерка комсомолка ну как ее в этот интерьер вписывать не понимаю уж лучше эту женщину в шляпе в черном одеянии мне кажется и то как-то ну поприличнее смотрится дальше вопрос с камином ребята столько денег он втюхал в этот камин в этот мрамор это же конечно ужас и выглядит он неплохо этот портал это не камин это портал но завалив его книгами как сделал сам вел он испортил все какая-то свалка получилась не место книгам в этом портале не место они стоят на полу знаем мы все какой сева чисто плотный туда-сюда будет ходить томас будет прыгать это шерсть это пыль будет все лететь даже если женщина приходит убирает эту квартиру раз в неделю книги будут все в пыли правильно вы пишите в комментариях я с вами согласна солидарно не место книгам на полу в этом портале камином их нужно где-то распределить на полках повыше на стенках я не знаю но точно не там и внешний вид смотришь со стороны некрасиво сева знаешь что никогда не посмотришь мой канал мы не достойны твоего внимания но и тем не менее немножко к дизайнерству я имею отношение я смею заявлять что не смотрится этот портал с книгами может быть еще может быть если в этом портале сделать полку полку и поставить на полку на одну полку повыше ряд книг один всего лишь ряд а внизу под этой полкой какие-то подсвечники какое-то тоже может быть панно или базу я вот даже не знаю свечи толстые все равно это будет все в пыли но еще как-то так но точно не вот так вот друг на друга в хаотичном порядке эти книги очень некрасиво потерялся весь вид этого портала каминного потерялся не только вид но и его ценность ничего не видно ну отвратительно отвратительно куколки самвела донесите до него что ну испортил просто не надо нужно книги оттуда убрать и срочно еще немножко остаются у меня вопросы по поводу того что вот этот вот бюро которое он приобрел да вот этот вот комодик как назвать правильно секретер он немножко все-таки дерево побито такими дырочками мы видим моя бабушка говорила раньше долгоносы да насекомое мне кажется все таки там есть его нужно обработать потому что ну это серьезное дело если они заведутся в квартире сева жизнь медом тебе не покажется это правда девчонки отзывайте хочу обратной связи вы все где-то потерялись давайте поделитесь своим мнением напишите в коментах ну и конечно же вижу что смотрите но не подписывайтесь или подписывайтесь но мало как-то неактивно подписывайтесь будем общаться будем немножко может быть менять контент напишите что вам интересно и будем общаться ну на сегодня точно уж все всем доброй ночи пока а минуточку хотела показать вам до тумбочки значит тумбочки девочки ну вот так она выглядит с резными ножками перепон очка тоже резная у нее да вот такую ручку я поменяла это все резное с фрезеровкой вот такая вот работа вот такие вот ножки эти тумбочки достались мне даром тоже с помойки но с португальской и я так поняла что я с ней снимаю как-то вверх тормашками да простите девочки ну вот так вот все всем пока пока до завтра